По этому атласу на Старом Москвиче мы поехали через всю Сибирь. Заглох просто. У нас опять проблемы. И так сойдет. Есть что-то похожее на медведку? Да, я ее нашел. Но мы поехали дальше. Маловато. И несинхронно. Ну, сорян. Наше утро началось. Снова веселье. У нас дороги закончились. Москвы и полярды! Ура! Добрый день. Это проект Рект Коллегия. Сегодня у нас в гостях известные путешественники. Алексей Жрухин и Александр Еликов. Алексея наши читатели могли знать по прошлой медиамастерской. Он приезжал в Читу, выступал с лекциями, был на Быстринском ГОКе. И водил, по-моему, там даже грузовые автомобили. Ну, с удовольствием повозил. Но получилось просто покататься. Просто покатался. Я в третий раз, Александр, второй раз здесь. И всегда рады сюда приехать и увидеть что-то новое для себя. Ну, говорить мы будем не только про медиамастерскую, а про путешествия. Это впечатляющие совершенно поездки по северу России на Зеленом Москвиче. Да, в том числе. Ну, давайте, расскажите про него. Когда мне исполнилось 18 лет, я спер, реально спер у папы зеленый москвич в Советске, 412-й, и отправился на нем свое первое самостоятельное путешествие. Мы тогда жили в Арктике, в городе Новый Уренгой, на Ямале. И родители у меня были на тот момент в отпуске в Твери, на нашей родине. И это 4000 километров по зимникам, по сложным условиям. Это была середина 90-х. И я этот путь проделал в одиночку 18-летним парнишкой. И этот путь, это путешествие был настолько ярким, запоминающимся и впечатляющим, что, ну, во-первых, я после этого каждый первый день отпуска садился за руль уже следующих своих автомобилей, и москвича в том числе, и отправлялся в новое путешествие. Ну, и во-вторых, я все эти годы, почти 30 лет назад это было, я проживал это путешествие, я его всегда помнил. И мало того, у меня все это время хранился тот самый папин атлас, по которому я тогда ехал. Тогда не было никаких навигаторов, мы ездили по атласам. Ну, и когда-то настал какой-то момент, что я понял, что я хочу повторить это путешествие. И вот так вот был куплен точно такой же зеленый москвич. Я его нашел в городе Челябинск. Вот с Алексеем мы к тому времени уже много путешествовали вместе. Года за два до покупки этого москвича я публикацию делал в соцсетях, где-то сфотографировал москвич. На Колыме. В Магаданской области. И написал, что у меня детская мечта съездить на москвиче годах. И вообще на москвиче начать снова путешествовать. Ну, Алексей обронил так бездумно фразу. На свою голову. Если что, зови. Как только был куплен москвич, я сказал, ну что, Леша, готов? Я готов. Понятно, что без раздумий. Я всегда готов. Да. Без раздумий Алексей согласился. И мы отправились в путешествие из Твери в Новую Рингу, в обратном направлении. По зимникам принципиально. У нас закончился бензин. А что у нас получится? До поворотников-то нету. Мы будем иногда проветривать наш салон. Мы едем забирать наш москвич. Это будет первая встреча с ним после капитального ремонта. Даже Саня руль взял. Да. Нет. Тут просто я его настолько люблю, что я так, пока москвич был в ремонте, я забрал руль домой и периодически рулил дома там на нем. Поработал и сдох. Хороший начало. Очень хороший начало. Ну нету рычагов у меня с поворотников-то нету. В общем, мы так и не починили карбюратор с бензонасосом, поэтому у нас в салоне ужасно пахнет бензином. Именно поэтому с нами едут наши друзья. Так что, ребята, на старт мы едем большой, дружной, веселой компанией. Поехали! Что случилось? Не знаю. Заглохло? Да. Скрестим пальчики. У нас тут еще выяснилась проблема с настройкой фар, и когда едешь по трассе, практически ничего не видно. Сейчас попытаемся их настроить, для этого подъехали к стене и начинаем регулировать болты. И в ходе этой поездки мы поняли, что она не перестала быть менее яркой, чем тогда. То есть, Москвич – это сумасшедшие эмоции, это совсем другая страна. Если вы хотите увидеть открытую, приветливую, дружелюбную Россию людей, отправляйте в путешествие на советском автомобиле. И мы поняли, что мы не хотим останавливаться, мы хотим ехать на этом автомобиле по всей стране. По всей стране в прямом смысле слова. – Да, это огромные эмоции. Ты не можешь, во-первых, ехать быстро на этой машине. То есть, ты, если на марке едешь, ты можешь легко проезжать тысячи километров, а то и больше за день. Ты перестаешь замечать что-то по пути, то есть, просто летишь и делаешь малую остановку. Когда ты едешь на Москвиче, вот у нас, наверное, больше 600 километров в день. В основном, 500-600, ну, не получалось, потому что ты очень устаешь, да, едешь медленно, и случаются периодически поломки. Сань, что такое? Фары. Не работают фары. Волшебные предохранители. В них проблема, они окисляются. Вот тут просто берешь, так шевелишь, и они чинятся. Едем, не можем, ну, перестала работать омывайка. – Диман, что там? – Да слушай, вроде как, ой, что-то не хватает. – Так, пока вытаскивали москвич, поняли, что что-то начало громыхать. И такое ощущение, что слова оторвали глушитель. – Да, как обычно, вон, смотри. Но мы его сейчас забьем на место. – Вот сейчас мы начинаем закипать. – Идем смотреть, как это выглядит. – У нас еще одна проблема. – Сейчас улучшитель отрывается. – А когда случаются поломки, то ты, желая или не желая, ты все равно контактируешь с местными жителями. И они видят, на чем ты едешь, и что это не какой-то внедорожник последней модели. Они очень с теплотой к тебе относятся и с большой ностальгией. Потому что практически в каждой семье в советское время был такой москвич. И поэтому практически у каждого есть воспоминания, связанные вот с такой машиной. И они чуть ли не со слезами на глазах такие. – Да вот, я вот первый раз сел за этот руль, за руль там в 80-м году. Ой, я девчонок катал там. И вот это очень-очень трогательно. И начинает расспрашивать. – Ой, а вы вот здесь вот такую трубку, там она постоянно лопается. – Меняли, например. – Ой, а вот здесь вот это вот. И начинает вот это вспоминать, и видно, что у них чуть ли там не слезы на глазах от этого. – Мы реально дарим эмоции людям. А всегда, всегда, даже на заправках, возле магазинов, возле кафе где-то, в городе, где бы мы не останавливались, практически всегда находится человек, который вот, даже если он не подходит, то ты видишь, он останавливается с улыбкой, смотрит на эту машину, и видно, что у него есть какие-то добрые, положительные воспоминания. – Да, они видят, что это, ну, не какие-то богачи едут, да, в отличие от там каких-то крутых аномарок с наклеем, лейками, все это едут обычные люди, и все пытаются нам помочь. То есть нам в Перми, например, подарили запаску. Нас спросили, а есть ли у нас запаска, то есть нас встретил подписчик, который купил такую же машину, и у него она, ну, как воспоминание об отце. И он нас встретил, а у него эта машина выходного дня. Сначала он подарил нам кучу пирожков в дорогу, потом говорит, слушайте, а у вас есть запаска? Ну, запаска была, ну, как бы… В ужасном состоянии. Дело в том, что машина абсолютно стандартная. Вот как она была куплена за 80 тысяч рублей, вот так она и бедняга и едет по стране в таком виде, можно сказать. Мы техническую часть максимально там, как можем, ремонтируем, но… Никакая там… Есть несколько случаев современных сейчас, когда люди тоже покупали советский автомобиль для путешествий, но они делали из них Land Cruiser, в прямом смысле слова. То есть они покрывали супер-краской или супер-нано-пленкой эту машину, там вносили кучу изменений. То есть эта машина превращалась там в миллион-полтора рублей. Кто-то двигатель еще менял, чтобы подвеску… А мы нет. Видно, что мы едем… Мы обычная компания из четырех человек, причем компания очень разношерстная. И эта машина вот как она есть, то есть она оригинальная. И видно, что эти люди не шикуют, эти люди едут в складчину максимально экономно и максимально доступно. И поэтому реально вот нас пытаются там ту баночку тушенки где-то подсунуть, то пирожочки… Да, если мы просим, например, бывает что-то отваливается, и невозможно в уличных условиях это применять. Мы подъезжаем к сервису, спрашиваем, ребят, можно поднять машину на подъемнике, мы там быстренько сами подшаманим, нам дают подъемник, мы потом выезжаем и спрашиваем, сколько стоят вот услуги, и ни разу с нас деньги не взяли. То есть, говорит, езжайте отсюда. И это настолько трогательно, вот мне не представляете. То есть, те вещи, за которые, если бы на иномарке ехали, обязательно деньги взяли, нас ни разу просто… И причем это в стольких регионах России произошло, и ты видишь вот этот настрой, вот эту как раз душу российскую, насколько трогательно к тебе относится, насколько потом начинает подписываться, начинает следить за тобой, желать удачи. Переживать, да. Да, то есть, это, ну, очень сложно передать это словами. И здесь, как Саша сказал, как раз понимаешь, насколько у нас в стране вообще какие люди, да. И из-за того, что ты не двигаешься быстро, вот мы, например, этой зимой ехали из Красноярска в Усть-Кут, да, Иркутской области. И это там примерно тысячи километров, и мы обычно иномарки раньше проезжали, вот это расстояние за тысячи километров, ну, обычно за день. Утром выезжали, вечером приезжали. На «Москвиче» мы ехали три дня и перезнакомились с огромным количеством людей, да, потому что у нас по пути в «Тайшете» пробило радиатор, там оторвалась ручка, «Москвич» заглох, и мы пока вот это все делали, мы перезнакомились с огромным количеством людей, чтобы починить его. И это очень круто. Мы до этого даже в «Тайшет», ну, как бы не заезжали, проскакивали мимо. А тут мы посмотрели «Тайшет», благодаря этому. И так по поводу всего путешествия, то есть мы наконец начали заезжать в населенные пункты, которые до этого не заезжали, там, чтобы переночевать, либо найти запчасть. И мы на карте России открывали для себя новые места. Благодаря таким путешествиям на «Москвиче» мы открываем горизонты для основного пласта автопутешественников. Основной пласт автопутешественников – это люди на самых обычных легковых автомобилях, не на внедорожниках, не на крутых каких-то тачках. Это люди, которые имеют простенькую машинку, пускай даже и на марку, но самую простенькую. Это люди, которые не обладают какими большими средствами финансовыми. И вот сейчас мы едем даже в том числе в самые труднодоступные места, ну максимально труднодоступные для москвича, для стандартного автомобиля. И показываем, что, как в том фильме, туда тоже можно. Туда тоже можно доехать, туда тоже можно не так дорого попасть. И что там можно увидеть? То есть мы не просто едем для того, чтобы ехать, а в каждый регион, максимально погружаемся в историческую, в туристическую его часть. И теперь наша вот эта единичная изначально поездка выросла в проекте «Сесть жизни». Проектом уже это, наверное, все-таки можно назвать, хотя это путешествие, самое настоящее. Наша мечта – посетить все регионы России, абсолютно все. Показать их доступность либо недоступность, показать их туристический потенциал, туристическую привлекательность, историческую часть однозначно, потому что мы сами именно впитываем все об этом регионе, да, каждом. Открываем для себя. Да, да, конечно. Для себя и для наших всех читателей и теми, кто за нами следит. Уже за год мы проехали 25 регионов, 25 тысяч километров и останавливаться не планируем. В том числе, конечно, мы доедем до Читы, однозначно. В этом году мы были уже в Забайкалье на китайском, на самом простом внедорожнике, пикапе. Появился такой федеральный проект БАМ туристический. Он совпал с многими вещами, происходящими вокруг БАМа. Мы проехали 4300 километров вдоль всего БАМа от Тайшета до Советской гавани, до побережья океана. И практически на всем протяжении идет сумасшедшее строительство. Как автодублер БАМа, то есть сыпается хорошая дорога, строятся хорошие автомобильные мосты, так и самого, конечно же, БАМа, самой железной дороги. То есть расширяется полотно, делается вторая линия путей, пробиваются огромные тоннели, в том числе Северомуйский тоннель. Одна из главных целей было проехать и встретиться максимально, пообщаться с местными жителями. А кто такие местные жители сейчас на БАМе? Это те, кто строил БАМ. Это либо сами строители, которым уже 70-плюс лет, либо их дети, дети БАМа. И помимо туристических мест с севера Забайкальского края, где сумасшедшие Кадарские хреби, где сумасшедшие пески, где отличные источники горячие. Мы еще плюс сняли целый, выйдет целый фильм у нас на каналах о Забайкальском БАМе. То есть об истории как раз-таки развития и о людях, которые здесь строили, которые теперь здесь живут. Отдельная серия будет. Расскажите, чем вот примечательны эти люди? Мы, наверное, стали, во-первых, одним из немногих в принципе людей в истории, которые весь БАМ проехали. И полностью от и до Тайшета до Советской гавани. И, наверное, пожалуй, единственные люди, которые услышали все истории вот эти. Потому что мы заезжали в каждый населенный пункт, посетили, пожалуй, все музеи, посвященные БАМу. И самое интересное, что есть общая какая-то история БАМа, но есть обязательно какой-то фрагмент, связанный именно с данным местным. Поэтому мы вобрали в себя все истории музейные и потом еще истории людские, потому что это вообще какой-то космос. То есть поехать на БАМ – это было привилегией. То есть они рассказывали, что они там вот эти путевки, то есть правдами, неправдами как-то получали, потому что там могла быть одна путевка на 100 человек. Комсомольские путевки. Да, комсомольские, чтобы приехать туда. А есть люди, которые вообще без путевок поехали. И вот там есть история, например, мы слушали историю бабушки, которая там больше 70 лет. Она в 20-летнем возрасте примерно приехала сама в Уськут без путевки. Ей сказали, что вот есть поселок Звездный, он через 50 километров. Она приехала с двумя сумками, с чемоданами. В одной чемодане у нее были вещи, а во второй она взяла книги. Полный чемодан книг. И пошла одна через тайгу, через 50 километров шла. Два дня. Да, два дня. Она рассказывала, что где-то в Зимовье по пути переночевала. Пришла вот в поселок Звездный, там еще, естественно, не было поселка. Это был просто палаточный лагерь. И пришла, говорит, а кто здесь начальник? Пришла к начальнику и говорит, возьмите меня на БАМ. Он говорит, ты вообще откуда взялась? Ты кто такая? Она говорит, я хочу работать. Говорит, да у тебя же даже путевки нет. Нет, возьмите меня. И она три дня ходила, чтобы добиться. И ее взяли, и вот она 50 лет там живет. И таких историй просто... И уезжать не собирается. Да. Более того, дети там, внуки растут. Эти истории. Мы хотели их сохранить. Сохранить в таком документальном фильме. Записать по максимуму, насколько возможно встретить людей. Чтобы они рассказали свои истории. И чтобы показать нашим современникам, какие были люди раньше. Героизм которых, вот благодаря героизму, сейчас есть эта железная дорога. Просто потрясающая. И спустя 50 лет она действительно очень важной артерией стала. И без нее вообще никуда. Разные станции БАМа строили представители разных областей республик. Удалось побывать на той станции, которую земляки двои строили? Конечно, да. Какая эта станция? Этеркен. Это прямо находится на границе Амурской области и Хабаровского края. Это самая западная станция. Я вообще в идеале хотел бы там найти кого-нибудь Куйбышевца, чтобы общаться. Но вот это не удалось. Поэтому, как Саша всегда говорит, придется пересъездить. Да. Планов очень много снова на БАМ вернуться. В том числе и за Байкалью. Мне всегда нравится вот эти вот истории слушать про дружбу народов на БАМе. Каждая станция строила определенная, шефствовала определенная либо республика, либо область. И туда, соответственно, приезжали строители из Грузии, Армении, Азербайджана и так далее. Украины, Молдавии и, соответственно, больших городов. Естественно, это были 20-30-летние молодые люди. Есть, которые с семьями прямо приезжали. А есть, которые у них, естественно, не женаты. Да. И, ну, как можно в такой красоте жить, когда молодые девушки, парни, естественно, начинали соотношения. Строились семьи. Все дружили. Да. Все вместе были. Они все делали общее дело. И, как сказала нам одна работница музея, родилась новая национальность БАМовец. Да. Причем это она первая сказала на нашем пути. И потом мы слышали это не раз на протяжении вот нескольких тысяч километров, что они говорили, мы БАМовцы, мы новая нация. Ну, не то, что нация, да, нет, конечно, а именно то, что реально благодаря дружбе народов появились люди-БАМовцы, которые так намешаны, что уже не разберешь ничего. Да. И они этим счастливы и этим гордятся. Общались с армянами, да, которые остались, с грузинами, которые остались там. Они тоже рассказывали, что пока строили, ну, естественно, родители их уже там на родине уже умерли. То есть, а здесь уже семья, дети, и говорят, а смысл уезжать? То есть, а здесь места стали поистине родными, да, где прошла молодость. Они остаются до сих пор, никуда не собираются, их дети здесь живут, работают, их внуки тоже живут, работают, очень многие на железной дороге, естественно, работают. Причем есть, которые уезжают учиться и потом возвращаются, и говорят, что это самое лучшее место, ну, и красивые места действительно, да, и Забайкалье очень красивое, смотришь вот на эти горы. Да что говорить, наверное, все-таки самое красивое место на БАМе – это Забайкалье. Потому что все-таки Кадарский хребет, сумасшедшие виды, просто сумасшедшие. Какие фотографии ты начинаешь показывать про БАМ? Ты в первую очередь показываешь именно эти фотографии, именно из Забайкалья. Да и начинается, как Забайкалье красиво-то, с какого колоритного моста, ради которого вообще едут. Этот Витимский мост – это самое колоритное место, в принципе, БАМа. Да и для автопутешественников, наверное, одно из самых таких желанных мест в стране. Его считают одним из самых опасных мостов мира, там он то ли в пятерку, то ли в десятку входит. На самом деле, настолько ли он опасен? Да нет, конечно, я его уже проезжал в этот раз в четвертый раз, и один раз я проезжал в сильный снегопад, когда он прям сильно был засыпан снегом, ничего не было видно, и ночью. И абсолютно нормально, легко в автомобиле. Самое главное – нужно смотреть, чтобы не было больших дыр между шпалами. Были годы, когда приходилось прям чуть-чуть проезжаешь, доски перетаскиваешь, обходишь аккуратно машину, берешь доски сзади, перетаскиваешь вперед, кладешь. То есть мы ехали там часа два, что ли, через этот мост. Сейчас его подлатали местные жители, сделали более-менее нормально. И для легковой машины, в принципе, если ты не пьян, если ты не дурачок, простите, да, то ты абсолютно спокойненько, тихонечко по нему проедешь. А вот грузовики – это уже другая история. То есть он шириной 2,5 метра, грузовик в притирочку там помещается, и вот водители грузовиков – это, конечно, прям герои, которые движутся по этому мосту. Мало того, нам рассказали местную историю, что на грузовике на одном, на Урале, они порвали колесо, там торчат костыли со шпал, они порвали колесо прямо на мосту. И вот мужики умудрились это колесо на мосту поменять. Можете себе представить, там 5 сантиметров от колеса до пропасти, они каким-то образом его открутили, сняли это огромное колесо, выкатили, закатили туда запаску, поставили и уехали. Вот это герои. Про важность этого моста вам говорили люди, насколько он нужен? Конечно, нужен. Мост нужен. Вообще, в принципе, весь автодублер важен. Он связывает огромное количество поселочков вот этих вот и больших достаточно поселков вдоль Байкал-Мурской магистрали. И сейчас даже заговорили о том, что его будут восстанавливать, его будут приводить в порядок для того, чтобы… Потому что дорогу вот усыпают всю. Во-первых, для строительства он нужен. Во-вторых, для местных. И те строители, которые сейчас восстанавливают эту дорогу, они фактически это больше для себя делают. Мосты строят, чтобы именно строить БАМ. Они строят эту дорогу для местных жителей. И она останется для местных жителей. И в Токсимо нам сказали, что этот мост, прям серьезные идут разговоры, серьезные идут исследовательские работы на мосту, что его будут восстанавливать, что он будет жить. Вы где-то говорили фразу такую, что вы показываете местным жителям их регионы. В этом году, например, на том же самом «Москвича», в январе, мы решили доехать до самого северно-населенного пункта Якутии и сего Дальнего Востока. Это село Юрунхая. Оно находится на зимнике. То есть, оно находится почти на 73-й широте. То есть, это очень далеко на севере. Да, там тундра уже, берег Северно-Ледовитого океана, там недалеко, буквально за углом. Уже четвертый раз мы пересекаем местным москвичом полярный круг. И теперь это делаем в Якутии. И в очередной раз подтверждаем это звание «Москвич-полярник». Но самое главное, перед ним мы ставим каждый раз все большие и большие задачи. И сейчас он поедет туда, куда он еще не едет. Снегом под крылок загнуло, и поэтому он теперь трется в колесо. Но, наверное, если выправить, то снова загнет потом. Раньше туда ехали только крутые джиперы. На огромных колесах, на дорогих внедорожниках, большой командой там из нескольких машин. И они показывают, насколько туда тяжело добраться. Да, естественно, надо же нагнетать, чтобы показать свое геройство. То есть, они там по дороге копают, умирают, там просто героически показывают себя. И такие путешествия, они не развивают туризм. Наоборот, отталкивают. Потому что люди посмотрят на это и понимают, что, блин, да это не для меня такое геройство. У меня нет миллионов рублей, у меня нет дорогой машины на огромных колесах. У нас нет команды такой. А мы показываем наоборот. Мы показываем, что в такие места достаточно легко добраться. Главное, просто компанию друзей веселую, скинуться на бензинчик и желание поехать. И вот мы туда как раз доехали по зимникам. То есть, там несколько тысяч километров зимников. Показали, насколько зимники хорошие. То есть, они представляют себя лучше местами, чем асфальт. То есть, ты можешь до 100 километров в час ехать по зимнику, по льду. Он идеально гладкий, идеально ровный. Каждые 150-300 километров есть населенные пункты, где можно и заправиться, и поесть, и переночевать. И увидеть очень много интересного. И мы еще в прошлом году в Мирном, в Якутии, встретились с подписчицами. И когда мы рассказали, куда едем, они спросили, а вы ездили туда? Оказывается, они ни разу за Полярный круг, а там Полярный круг недалеко находят, ни разу не ездили. И, видимо, мы их так зарядили. И они, оказывается, собрались к той же компании и съездили до ближайшего поселка Оленек. Это поселок Оленеводов. Провели просто потрясающее время. Вот рассказывали о своих эмоциях, как они по зимнику первой жизни ехали. Как они думали, что сейчас быстренько доедут 300 километров, а ехали весь день там. Съездили на день Оленевода. То есть, увидели вот эти колориты. И вроде как даже в этом году собрались еще севернее поехать. Еще в следующий поселок. То есть, они так зарядились. И вот как оказалось, очень многие местные жители, которые живут рядом, в Мирном или в Удачном, они даже Полярный круг не пересекали. И мы показали как раз местным жителям, что это несложно. И это самое главное интересно. Алексей в свое время сказал мне удивительный факт про автодорогу Чита-Хабаровск. Да, это самая длинная дорога в России без поворотов. То есть, если включить навигатор и выйти из Читы в сторону Хабаровска, то навигатор покажет, что следующий поворот через 2000 километров. Да, это был удивительный факт. И я знаю, что Александр ездил по этой дороге раньше, в том числе, когда там и дороги в хорошем смысле не было никакой. Можете вспомнить про эти путешествия? Первые мои поездки, это я гонял из Владивостока для себя, покупал машины, ездил, тоже ездил в одиночку. Тогда еще это все считали очень опасным, что тогда были бандиты. А я вот как раз-таки тогда принципиально ездил один и рассказывал, показывал, что уже все нормально, что уже прошли те годы. Это было к 2010 годам, 9-й, 10-й год. А еще из 90-х вот эти истории тянулись, и они все муссировались, тогда были форумы на форумах, да. И люди боялись сюда ехать вообще, в принципе, и путешествовать, и за машиной. А я ездил, несколько раз ездил один и показал, что без проблем ты приезжаешь и выбираешь на рынке абсолютно безопасный автомобиль. Ну, при соблюдении простейших правил безопасности. Понятно, что если ты будешь пьяный, с деньгами трясти, ходить по зеленке, по рынку, да, то все равно на тебя найдется кто-то такой. А если ты ведешь себя как обычный человек, то все нормально. И да, к своей радости я застал ту еще дорогу, которая шла вдоль железки. Такой же автодублер Транссиба. Были броды, были маленькие поселочки, которые были покрыты огромным слоем серой пыли. Потому что шел большой поток машин, и вот дорога, скальник, взрывали, взрывали, либо прям так добывали горную породу, ей отсыпали. И вот эти перетертые камни превращались в ужасную пыль, в такую, она взвесь такая, которая в воздухе висела. И все дома были покрыты вот этим серым цветом, окна, крыши. Ужасное зрелище, я думаю, как тут можно жить, когда такая пыль стоит. И вот почему-то больше всего запомнился эти маленькие поселочки. Ну и Чита, в Читу я попал первый раз, наверное, как раз в конце 2010-х. И насколько она изменилась, я сейчас два раза по ней побегал по утрам. Я прям бегу, и я не запинаюсь. То есть я бегу по асфальту, я бегу по брусчатке, я бегу по тротуарам. То есть бегу и радуюсь. То есть у меня куча фотографий и красивые Читы. Я выкладываю в своих беговых пабликах, где бегуны делятся своими тренировками. И реально бегу и радуюсь, что каждый город в стране, и в том числе, в первую очередь, Чита преображаются за эти годы. За 15 лет она совсем другое стала, конечно. Зачем ехать в Забайкалье? В первую очередь, наверное, все-таки это Чара. То есть это Чарские пески, одна из самых северных пустынь в мире. Причем там настолько все это рядом, настолько все близко. И туда можно и прилететь на самолете, и приехать на поезде, и приехать на автомобиле. Причем приехать на автомобиле круглый год. Оно доступно со стороны Севербайкальска. Это сумасшедший хребет Кадарский. Там есть очень близко, куда можно подъехать, к большим водопадам. Прям реально высокие, вертикальные. На тебя, прям тебе на голову падает вода. Причем ты на машине можешь подъехать, буквально не доезжая 50 метров до таких водопадов. Горячие источники. Да, и, конечно, мы еще смеялись. Пытка горячими источниками, потому что их там столько много, и на всех надо было побывать обязательно. Вот все в одном месте, и это очень красиво. Причем можно сделать интересный круг, проехать по северу, Забайкалье, через Бам, а вернуться через Тынду, через Невер, и вернуться по трассе, посмотреть трассу. То есть как раз западная часть Бам, она самая красивая, самая колоритная. И можно вот в плане туризма вот как раз такой круг сделать интересный, как раз вокруг Байкала. Тем самым ты посмотришь и север Байкала, и юг Байкала, насколько он разный, насколько интересный. Причем это маршрут, но в зимнее время холодное, даже в весеннее время, доступен на любом автомобиле. И мы как раз вот в этой поездке и решили это показать, что там не нужны какие-то суперкрутые внедорожники. У нас был самый дешевый китайский пикап, который стоит чуть дороже, чем легковушка. И мы даже настолько убедились, что дорога там доступна, и что сейчас она активно делает, что в следующем году хотим проехать тот же самый маршрут, но на нашем москвиче. И показать еще большую доступность, показать, что можно приехать на любой машине и эти красоты для себя открыть. Потому что у нас большое количество в соцсетях отзывов о вот этих поселках. Мы старались заезжать в каждый, показывать его колориты, плюс еще и фильм выйдет. И я думаю, после вот этой всей работы нашей большой, я думаю, все больше и больше людей откроют для себя эти места, захочут познакомиться и обязательно поедут. Потому что там есть что посмотреть. И я до сих пор нахожу под впечатлением. Потому что одно дело ехать просто по федеральной трассе, по которой, по сути, ну, достопримечательностей не особо, мягко говоря. А ты там едешь и останавливаешься каждые 40-50 километров, чтобы заехать в поселок, посмотреть архитектуру уникальную, посмотреть железнодорожные станции, посмотреть ТОЦы. Все уникально, все не похоже на себя. И пообщаться с местными жителями, которые всегда рады с тобой поговорить. То есть нет никакого там ни агрессии, ничего. Наоборот, очень рады людям, которые туда приезжают. И тем самым можно увеличить все-таки туризм. Да, это большее количество денег, которые приходят в эти поселки. Это и гостиницы наполнены, и кафе. Это новый глоток жизни для таких мест. Огромное спасибо за то, что вы посетили нас, за то, что вы открываете туризм в нашем регионе. Возвращайтесь. Да, мы обязательно вернемся. В первую очередь на москвиче, конечно. И в Читу, и в Чару. И обязательно расскажем. Во-первых, у нас скоро выйдут как раз несколько серий о БАМе. И в первую очередь из Байкали. Это будет вторая серия в нашем документальном сериале. Ну и потом, конечно, на москвиче мы уже более серьезно сюда приедем рассказывать об этом. Так что подписывайтесь на наши соцсети. По нашим фамилиям можно найти любую соцсеть Еликов-Жарухин. И там мы будем выкладывать и рассказывать о положительных сторонах Дальнего Востока. И в первую очередь именно Читы из Байкальского края. Спасибо. Спасибо.